Творческий фестиваль военных Веру за отчизну, за любовь образовался в Сочи на волне бардовской песни еще в 97-м году. И участие в 21-м конкурсе принимают как новички, так и участники первых фестивалей. Солдат без песни – не солдат. Это истина, проверенная временем, говорят сами военнослужащие. Ко всему прочему, на этой площадке реализуются и идеи патриотизма, подчеркивают организаторы. Также среди задач фестиваля – популяризация армейской песни среди молодежи. Но самое главное, что этот творческий конкурс военных призван служить делу мира и созидания преемственности поколений, старшего отстоявшего родину в Великой Отечественной войне и молодого, защищающего целостность России в локальных войнах и вооруженных конфликтах. На Сочинском фестивале поют и пляшут военнослужащие по призыву и по контракту, представители Минобороны России, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, Черноморского флота и даже космические войска и сотрудники Федерального управления по хранению и уничтожению химического оружия. Возраст участников от 18 лет. Их соревнуются они в шести номинациях. Вокально-инструментальные ансамбли группы, авторы-исполнители, исполнители песен профессиональных авторов, солисты ансамблей песни и пляски, исполнители казачьей песни, духовые оркестры. Дорогие друзья, надеюсь, наш чудесный город произведет на вас благоприятное впечатление. И я уверен, что вы найдете время, чтобы от основного занятия, важного очень для всех нас, но найдете время, чтобы погулять по нашему замечательному городу, полюбоваться красотами Сочи. Мы действительно сегодня самый лучший курорт Российской Федерации, но мы сегодня являемся одним из лучших курортов Европы и одним из самых красивейших городов. Сочи – это гордость России, и мы вас приглашаем обязательно в этом убедиться, убедиться в гостеприимстве сочинцев. Сегодня в Зимнем театре прошел первый конкурсный день. 13 апреля жюри будет оценивать солистов ансамблей песни и пляски, исполнителей песен профессиональных авторов и духовые оркестры. Закрытие же фестиваля и награждение дипломантов и лауреатов состоится в воскресенье.